Девушки отдыхают 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 своё движение называется «Собаки в колготках». Внимание. Ну, конечно, да, понимаете, это хозяева просто какие-то, которые нарядили собаку, и они, смотри, лежат, терпят. Коты тоже встряли в эту фигню. Внимание. Это обиженные уходят из дома, и есть вот такая вот призывная. Чего только нет, ребята, в интернете. Да, есть движение, называется «Багетинг», когда люди вставляют багеты вместо разных всяких предметов выглядят вот так вот. В целом прикольное движение, вот типа она посадила багеты, или вот это вот выглядывает, ну, как бы сквозь жалюзи багетные. Но в России есть круче движение. Наше старинное движение, которое в пику этому багетингу называется «Блининг». Это наше. Да, кто-то скажет, какая-то девочка-фрик с проколотым языком слушает металл какой-нибудь страшный. Где-то Воля взял эту фотографию. Ребята, нет. «Блининг» — это семейное увлечение. Внимание. Да. Да? Впервые фотографии, на которой собака самая вменяемая. Как будто это они у нее живут. Я не удивлюсь, есть ли она под столом в колготках. Да? Гениальная фотография. Петрой, не считая собаки. Я вам скажу честно, мне нравятся все эти люди. Я предлагаю им поаплодировать, потому что они не делают зла. Хотя бы в отличие от многих остальных в интернете. До встречи. Павел Воля. Пока. Павел Воля. Ребята, давайте все поаплодируем. Импорт-замещение. Чувствуете, что в стране идет такая волна, все хотят переходить на российские товары. Я не представляю, как это вообще произойдет. Вы задумывались, у нас свое-то хоть есть вообще что-то? Вот как мы, допустим, на электронику перейдем на российскую? Я прям вижу, как муж пришел с работы, сказал, жена. Медведев сказал, переходим на свое. Эту плазму легкую в окно. Российский телевизор. Ребята, в шестерон, заносите, давайте. Давайте, все, ставьте ее сюда. Да, конечно, телевизор большой, но экран-то маленький. Российские товары. Скажите мне, а как мы перейдем на свое? Как мы перейдем? Вы наших людей не помните? Не знаете вообще? Вот просто человек на автозаводе собирает автомобиль. Стоит его, собирает наш русский... Нет, они вот так собирают. Стоит, собирает автомобиль, наш отечественный. Ему говорят, срочно переходим на свое. Он хрена к Феррари уехала. Как мы перейдем на свое? Вспомните, мы только в Советском Союзе производили электронику. Какая она была страшная. Холодильник Орск, вспомните? Его в Орке делали. Орке, он так и выглядел, этот холодильник Орск. Да, вспоминаем все. Мы ничего не можем сделать. Вот если даже откроется наш магазин электроники, знаете, как он будет выглядеть? Просто ты заходишь в магазин электроники, говоришь, все наше, российское. Тебе говорят, да. Ты говоришь, отлично. Красивый рояль, можно его купить? Мужчина, это Wi-Fi роутер Витязь. Не обижайте наш магазин. А вот это что за камин? Это синтезатор Курск. Он работает на травах трехклавишный. Какой красивый. Реально. Сейчас кто-то из вас скажет, Павлик, ты фантазируешь? У нас все нормально с технологиями. У нас есть Сколково. В Сколково миллиарды долларов вложены. Там сидят умные люди, придумывают для нас полезные вещи. Ребята, раз уж переходим на свое, знакомлю вас с нашими изобретениями. Сколковцы за миллиарды придумали. В 2013 году в Сколково сделали гаджет на колесах для борьбы с пробками. Выглядит вот так. Что вы нам врете там в Сколково? Такое 10 лет назад придумали в компании БМВ. Выглядит вот так. Вы даже цвет не перепридумали. Но есть, конечно, изобретение. Есть реальное изобретение в Сколково. Это абсолютно чистая, правдивая информация. В Сколково придумали телефон, внимание, дальше цитата идет, который заряжается от котелка, стоящего на костре. Давно кто-то из вас котелок в руках держал? Сидите без связи. Все, да? Не можете зарядить телефон. А Сколковцы стараются, между прочим. Молодцы, от котелка там прикуривают телефоны. Мне кажется, знаете, какие российские телефоны скоро они нам сделают? Просто маленькую крышечку так открываешь, туда дрова закидываешь немножко, чтобы поболтать. Но на этом Сколковцы не останавливаются. Внимание, друзья, дальше опять цитата. В ближайшие два года они обещают нам, россиянам, что мы сможем заряжать телефон прямо от костра. Правильно? Далой этот котелок. Зачем нам посредники? Будем прямо от костра. Вы представляете, что это за изобретение вообще, а? 2015 год. Все работают в офисах. Какой костер? Я представляю вот это. Ребята в соседнее здание горят. Быстрее, зарядим мобилы, быстрее. Давайте на пожар бежать. Или жена, мужа. Почему ты мне не звонил, Сергей? Ты не поверишь, промокли спички. Я побывал огонь. Дело в том, что мы, конечно, сильны в авиации. Чего уж тут спорить. В авиации мы всегда были круты. И, видимо, здесь Сколковцы должны были придумать что-то действительно классное. Они это сделали. Но сначала я вам покажу, что в мире происходит в авиации. Уже выпустили летающий автомобиль. Выглядит вот так. Выпустили уже яхту, которая превращается в самолет и взлетает прямо с воды. Американцы уже сделали летающие тарелки. Уже трудятся над телепортом. А Сколковцы в это время придумали дирижабль! Это реальный проект. Они его делают. Цитата. В этом аппарате сосредоточено множество наших ноу-хау. Главное из которых жесткий корпус. Чувствуете? Жесткий корпус. Это главное ноу-хау. Сейчас где-то у астронавта у американского глаз задергался. Жестким корпусом сделали. Дирижабль. Ухожу из НАСА. Дирижабль сделали. Как они могли. Обскакали на повороте. Жестким корпусом. Вот хитрецы. Ребята, жесткий корпус. Это главное ноу-хау, которое они применили. Я даже боюсь предположить, какие не главные ноу-хау там в этом дирижабле. Пол. Руль. Веревка, которой его к земле можно притянуть. Ноу-хау. Меня самое главное удивляет, а как они вообще доходят до этих изобретений там просто. Мне кажется, у них собрание, они сидят, говорят, так, надо что-то придумать. Давайте собаке на голову камеру поставим. Зачем? Ну, она же где-то бегает там. Да? Ну, интересно, где она бегает, эта собака? Да, давайте, 6 миллиардов, давайте. Посмотрим, где бегает собака. Так интересно. Дирижабль они сделали. Но в их изобретениях есть, конечно, логика. Есть. Стопудниковая. Они берут что-то новое и берут что-то старое и соединяют. Типа телефон и костер. И вот кастрофон у них и получается в итоге. Ребята, ловите для вас новое изобретение. По вашей логике. Есть палка для селфи, да? Давайте ее объединим с прихваткой для чугунка. Как раз телефон на зарядке в печи стоит. Ты его оп-па! Прихваткой для селфи. И пока тебе пластмасса на морду капает, ты еще можешь пофотографироваться немножко. Бесплатно, нате. Слушайте, но даже не в этом самая главная проблема. Конечно, у нас есть ученые. Конечно, они в Сколково трудятся и что-то обязательно придумают. Но поверьте, ребята, до нас не дойдет. Вы же знаете эту страну. Все своруют по дороге. Чиновники своруют в первую очередь. Потом за ними кто-то и еще кто-то. Я не голословен. Все же знаете историю с этим, который губернатор Сахалинской области наворовал кучу денег всяких разных. Там статьи расходов сумасшедшие. Я посмотрел, куда он тратил деньги. Нашел, ребята, одну офигительную статью расходов. Просто прочувствуйте это. Он, губернатор Сахалинской области, выделил 638 миллионов рублей на улучшение имиджа губернатора Сахалинской области. 638 миллионов рублей. Он Леди Гага или кто вообще? Вы понимаете? Самое главное, каким надо быть долбоносом, чтобы выделить 638 миллионов рублей на улучшение собственного имиджа и сесть в тюрьму. Не смог, не улучшил, не получилось. Очень круто это. Ну вообще, это знаешь как? Это вот типа, знаете, самая нелепая растрата денег. Это типа вот ты девушке даешь деньги, говоришь, пойди, сделай себе грудь хорошую, давай, жду тебя. И она приходит и говорит, дорогой, как тебе мой новый член? Вот примерно такая же какая-то фигня. Короче, мне кажется, у нас самостоятельно, у россиян, нифига не получится. У нас есть один шанс только продвинуться вперед в этом смысле. Вот Петр Первый в свое время поехал в Европу, всему там научился, как корабли делать, как картошку сажать. Приехал и все показал всем. Я хочу обратиться к Путину. Дорогой Владимир Владимирович, мы рукожопые. На нас не рассчитывайте. А мы на вас очень рассчитываем. Очень. Вам надо, да. Вот видите, все россияне поддерживают меня. Владимир Владимирович, поезжайте в Европу. Научитесь всему, приезжайте и покажите все россиянам. И все получится. Я прямо вижу это. Путин приезжает из Швейцарии, собирает всех дорожных работников, говорит, подходите все. Ашот, дельшот, кашот, какатот, хасатат. Все ребята, подходите ко мне. Смотрите. Асфальт надо класть там, где есть земля. Прикиньте, я узнал. Сыпь песок. Сыпь песок. Из карманов тоже сыпь. Это наш государственный песок. Сыпь. Ребята, дождь начался. Бросайте лопаты. Дельшот, ашот, шашот. Нельзя в дождь. Клянусь вам, в дождь нельзя. Я все узнаю. Че ты ржешь? Нельзя в дождь. Клянусь, нельзя в дождь. Ну прямо президентское слово. Чтобы потом вот приехал из Германии и сказал бы, ребята, я был на автомобильном заводе в Германии. Все подойдите, сборщики лады. Дешот, альшот, шашот, машот. Все идите сюда. Смотрите. Есть один секрет. Бампер прикручивается вот здесь. И вот здесь, представляете? С двух сторон. И тогда не падает, и ничего не случается. Они там так делают. С двух сторон бампер. Или из Испании вернется, скажет. Ребята, футболисты, идите ко мне все. Подходите сюда. Я узнал у них главный секрет у испанцев. Смотрите. Когда нападающий по флангу бежит с мячом, прикинь, Киржаков, ты должен бежать по другой стороне тоже. Если добежишь, возможен гол. Испанцы сказали так. А если ты, Киржаков, не хочешь бегать, то бампер прикручивается вот с этой стороны и вот с этой стороны. А асфальт кладется там, где есть земля. Выбор есть всегда. Я думаю, даже если мы что-то произведем, нормально мы отрекламировать даже это не сможем. Неправильный менеджментский подход у нас ко всему. Вот как называют иностранца, допустим, свои машины. Мустанг, ягуар. Крутые, мощные, быстрые животные. И у нас газель, соболь, бургузин. 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 Что-то не заводится. Соболь, соболь, соболь. А у меня-то бургузин. Бургузин, это кто такой вообще? Я каждый раз вижу, меня проезжает, а это бургузин. Я думаю, что это бордюр грузин? Что? Где логика? Что за бургузин вообще это? Ребята, я выяснил, кто такой бургузин. Это вот этот вот зверек. Это бургузин, представляете? Это как соболь, только маленький. Скажите мне вообще, что общего между этим милым животным и между вот этим адом? Они по шесть лет живут и тот, и другой. На них аллергия. Они не доживут до следующего года. В чем дело? Почему наргузин? Они еще лодку привязали. Сразу поплыли, говно не тонет. А вообще я считаю, что весь наш автопром надо отдать кавказцам. Потому что кавказцы крутые. Они в день выпускают моделей больше, чем автоваз выпустил за всю жизнь вообще свою. Вот выезжает машина, и через час уже вот такая вот фигня стоит во дворе. А? Ласточка! Это дневная машина, как вы поняли. Или вот, допустим, машина. Впервые, да, диски дороже автомобиля. Карета даже, карета. Или вот, допустим, автомобиль. А? А, как вам? Жигулини. Двери поднимаются вверх. Ну, смотрите, он все продумал. Двери поднимаются вверх. Но об угол можно убиться вообще просто. Когда вылезаешь. Из этой машины вот так надо выходить. И все. И потом пошел. Жигулини. Или вот, к примеру. А? Если кто-то не угадал, это АК. Мне кажется, когда все лампы включают, она перестает ехать. Нет, энергии больше ничего не хватает. Она просто встает, и все. Но вообще страшно такую хрень встретить на дороге. Представляете, ночью по трассе едешь, и вдруг из-за поворота так люстра. Эй! Вылетает. Опасная. Вообще, посмотрите на эту фотографию. Какое желание быть машиной. Друзья, у нас много специалистов. Офигенно. Поаплодируйте им всем. Тем, кто хоть как-то пытается перейти на свое. Своими силами. И вы знаете, конечно, со стороны это звучит, может быть, все не очень весело. Но надо оставаться оптимистом. Всегда. В любом случае. Я уверен, настанет такой момент, когда мы произведем собственный российский телефон, от начала до конца сделаем в России каждую деталь, чтобы на российском заводе русские руки собрали бы все это воедино и подарили бы нам, россиянам, первый российский настоящий мобильный телефон. И будут утверждать эти американцы, японцы, что у нас нет технологий. А мы в этот день знаете, что сделаем? Просто скинем на них наш телефон. Просто скинем эту трехтонную деревянную хрень радиоактивную. И пусть знают, что у нас есть технологии. Вперед, Россия! Давайте, ребята, не отчаиваться. На свое переходе! Ты топ-модель на ДНТ. Самое масштабное реалити-шоу о моде и красоте объявляет кастинг. Твой главный шанс получить карьеру мечты и стать топ-моделью. Возраст и вес не важен. Заполняй анкету на сайте. Еще раз, кто привет, друзья! Поплодируем! Да, да! Да, классно! Поплодируем и попричим! Болгом! 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 Все вместе! Еее! Класс! Я вас поздравляю, наступила осень. В столице так оживилась культурная жизнь. Я прошвырнулся по нескольким выставкам, попал на несколько выставок современного искусства. Это где там инсталляции, перформансы, всякие картины непонятные. Я ничего не понял вообще. Я не понял, почему это столько стоит, кто это делает, зачем это, кому нужно. Думаю, может быть, с вашей помощью разберемся. Аплодисменты современной искуски. Вот некоторые работы, пожалуйста. Вот это вот. Что это такое? Это какой-то тупой охотник, который не знает, как крепить животных к стене. Или вот, внимание, что это? Что это за инсталляция, когда ты купил протеину цыган? Или вот, эта вещь стоит миллионы. Миллионы. Что это такое? Это победа бычьего пердежа над человеком. Что это вообще? Это просто атас. Вот это еще знаменитая работа. Ну, нас этим в комедии не удивишь. Это утро Харламова, мы знаем. И вот финальная инсталляция, мне кажется, она оправдывает все, что показывалось до этого. Мне кажется, картину и галерею просто вырвало, когда она поняла, что в ней выставляется. Вот серьезно. Еще вся эта фигня очень дорого стоит. Очень дорого стоит. Там есть какие-то гуру. Их посещает какая-то муза. Они что-то нам рассказывают. Вот скажите мне, какая муза посетила вот этого человека? Какая вот эта муза? Как Куза? Ну, реально, мне кажется, его муза не посетила, напугала просто очень сильно. И эти умные художники, по-моему, просто нагораживают какую-то ерунду, прикольно ее как-то называют, и сидят, ждут свои бабки. Мне кажется, каждый так сможет. Вот смотрите, внимание, я представляю вам свои инсталляции, на которые у меня ушло три минуты. Покажите, пожалуйста. Это вот Чапаев, это Бузова со вскрытым черепом. Это визуализация Романа Пелевина, Чапаев и пустота. Столько чудаков вокруг. Ребята, честное слово, я когда изучал вообще этот вопрос, я понял, что просто этих придурков полон мир. Есть человек, который рисует членом. Вот его картина, пожалуйста. Вот. Джордж Буш-младший. Вы нас обвиняете, обвиняете Камеди, а в том, что вы бульгарные, вы ниже пояса шутите. Ребята, они все это делают всерьез. Это не шутка. Есть человек в мире, который рисует жопой. Задницей, клянусь вам. Вот его картина. Покажите, пожалуйста. Как вы понимаете, по пестику над цветком крокодиа тоже участвует в этом процессе. Ребята, это все ерунда. Но есть в Германии женщина, которая рисует вагиной. Вы задайте себе вопрос просто, как? Как собачка она? Как она в шпагате это делает? Я понимаю, если бы это делала Волочкова. По инстаграму понятно, что она яхту покрасить может. Ребята, чтобы вы поняли, современное искусство, настоящее все-таки есть. Есть современное искусство. Это все были шуточки, хихонька-дыхахоньки. Но есть такой художник, Марк Ротко. Знаете такого? Не знаете. Очень успешный. Сейчас мы все с вами не поймем, в чем смысл его успеха. Итак, его картина «Желтое, розовое, лиловое». 72 миллиона долларов. Я вижу, что вы все в шоке. Думаете, как? А неужели так может быть? Это за рулон или за метр, Павел? Это целый забор они так покрасят? Или как это? За что цена? Ребята, вот его следующая картина. Внимание. Оранжевое, красное, желтое. 86 лямов. Но, как говорят искусствоведы, ты не можешь делать выводы о картине, если ты ее не видел. И поэтому, друзья, я вам скажу, что это было сложно сделать, честное слово. Но я под ваши аплодисменты благодарен телеканалу ТНТ, который помог все это сделать. Центру современного искусства. Спасибо вам. Ну и, конечно же, владельцу, который захотел остаться неизвестным. Дамы и господа, внимание. Марк Ротко. Желтое, розовое, лиловое. Аплодисменты. Внесите сюда. Давайте поймем, в чем дело все вместе. Дамы и господа. Марк Ротко. 72 миллиона долларов. Бог есть! Давайте, чуваки, идите какайте на клетки, вы теперь должны до смерти. Я, Павел Воля, отправляюсь в Третьяковку. Там выставляется Шишкин, Воснецов и Врубель. Всем всего хорошего. Любите искусство. Сила, она в камеди. У кого камеди, тот и сильней. Эй, ты, бородатый! Отойди, я не с тобой разговариваю. Смотри, как брат-один, брат-два, брат-три и много других наших братьев заказывают свои любимые номера. ТНД-4. Поставьте по-братски. Номер. С Ильей Соболевым, мы шуткой про ЛДЖ и Юлиеву. В проекте «Поставь по-братски». Настя! Я чувствую, ты здесь. Это ты? Ты. С понедельника по пятницу в 6 вечера на ТНТ-4.